Ребята, предлагаю вашему вниманию очень хороший сайт для водителей, чтобы заказать карту водителя для тахографа. Называется он «Рус Автокарт Онлайн». Здесь вы найдёте много интересной информации, которую часто спрашивают водители. Эту информацию вы также можете ознакомиться с ней. Дальше. Здесь можно заказать карту и получить очень просто. Просто подготовив документы, скопировав их на телефон, я не знаю, сейчас покажу, как это делается. Для того, чтобы заказать вам карту, вам необходимо фотографии на белом фоне, на любом белом фоне. Вот ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение и паспорт. Это всё фотографии, можно загрузить как копии. Сейчас я вам покажу, как. Просто заполняете свою фамилию, имя, отчество, номер телефона. Дальше. Продолжить оформление. И здесь уже загружаете свои копии. Или как показано, вот, чтобы примерно что-то вот так вот это было. Всё, в принципе, очень просто. Ничего тут такого сложного. Загрузили. Нажали «Загрузить». Нажали «Загрузить». Загрузили. Всё. Дальше продолжить оформление. И уже ваша карта поедет к вам. Очень выгодны, ребята, онлайн заказы. Так как вы в любой точке России можете заказать. Можете прямо дома или на стоянке из кабины своего автомобиля. Вот. Какие виды карт вообще существуют? Есть три виды карты. Одна с СКЗИ без пин-кода. Вторая с СКЗИ с пин-кодом. И третья просто по Европе и России такая вот карта. В общем, всё можете ознакомиться, прочитать на сайте. Везде есть информация. А если вы не знаете, какую вам карту, то позвоните по горящей линии. Или же закажите обратный звонок. И вам подскажут, какую карту вам нужно сделать. Сайт «Русавтокарт онлайн». Пункт выдачи в любом городе. И кому интересно, переходите. Ссылочки будут в описании. Ребята, всем привет. Сегодня у нас утро следующего дня. И видео начинается с того, что... Да как дальнобойщик идёт на работу пешком. Вот, собственно. Почему иду я пешком? Ранее, вчерам, была взята заявка, на которую я поехал. Вот, заявка была на Екатеринбург. И, получается, я приехал на погрузку. Погрузка должна быть грузительный металл. Из металла. А машина, которая с этим листом металла ехала, которая должна была сначала выгрузить, не возгрузить. Вот, она где-то встала в горах. И поэтому мне, как бы, она опоздала. Мне сказали, что... Давайте мы вам оплатим простой. И вы до завтра будете стоять спокойно. Переночуете или домой поедете. Машину ставить на территории базы. Ну, я, в принципе, так и сделал. Ставил машину на территории базы и поехал домой. А сегодня с утра пораньше. Вот, видите, бегу пешочком по морозному утру на работу. Сейчас заведу машину. Заеду в цех на погрузку. Меня погрузят. И поеду работать дальше. Как бы так. Вот, ребят, видим. Ман стоит. Рядом уропы гардер. Еще фура дав. Вот цех справа с стороны, в который будем заезжать и грузиться. В общем, погнали заводить. А вот сегодня, ребята, уже пятнашечка в машине с утра. Что-то, ребята, мне не понравилось в вашей комментарии на последнее мое видео. Про то, как я заводил его в мороз. Да, сейчас опять, видите, включена автономка. Вот. Кстати, кто-то меня спрашивал, какая это ПЖД. По-моему, какая. То ли 12, то ли 14. В общем, вот с таким пультом управления. Видите? Поэтому точно я не помню, какая она. Надо смотреть на блоках там. Минус 15. А ночью было по-любому и больше. И как вот я ее буду насиловать? Почему вот вы мне говорите, да? Смех. Ага, смех. Ребята, смех. А когда у меня новая поршневая вылетит утром на морозе, вот это будет смех. Так что аккуратнее. Машина моя личная. Я ее берегу. Вот. Это ласточка. Поэтому не надо тут таких вот ужасающих фактов, блин. Вот. Поэтому я ее берегу, ребята. И буду ее запускать. Если понадобится. И в минус 5. И в плюс 5 с подогревом. Мне так нравится. Вот так вот хочу я запускать. Так что если вы там запускаетесь. Минус 30. Да, есть такие машины. Не спорю. Вот. Но не все. Вот. Поэтому, ребята. Кто на всех не ездил, тот пусть не это. Не бдит там. Понятно? Вот. А старые люди, кто ездили на КамАЗах, на МАЗах, на всем остальном, у кого стояли электроподогреватели, те знают, что делаю все правильно. Так что, ребята, все. Не надо. Не надо плохих комментариев. Давайте лучше лайки и хорошие комментарии. Ну, в общем, пойду туда сейчас документы оформлять. А потом уже будем заводиться и заезжать на территорию, загружаться. Вот так вот. Все, ребят, загрузили меня отлично. Кинули два листа металла. Вот. Как видели, это покажу вам. Ничего особого, блин. И снимать-то некогда было, потому что я сам себе режиссер, как говорится. И получается такая история, что я заезжаю туда, на территорию, в ушу машину, так как все равно она воняет. Все. И это самое. Холодно, блин. Там с утра еще, ну, одна машина, может, заезжала. У них не отапливаются эти помещения. И все. Я как заехал, получается, блин. Морозный. Видели этот стоячий, короче, тент, который уже деревянный стал на этом морозе. Все, они мне, короче, говорят, ну, давай зашторивайся. Я думаю, ну, хотя бы как-то было бы тепло, он отошел бы. Я начинаю его так, он скрежет такой весь, эта штора верхняя. Я ее открываю, мне как серпом, знаете, по сердцу, прям режет, я не могу. Ну, в общем, потихонечку, помаленечку я его так подразмял, подразмял, открыл, закрыл. Все, вроде, ну, ничего страшного. А так, в принципе, и порвать же можно, я так думаю. Поэтому я вот даже не знаю, как бы это... То есть, это серьезная такая штука, поэтому многие, кстати, я слышен, зимой не берут заявки, вот не открываются. Вот. А именно потому что вот так вот надо тент рвать, еще что-то, поэтому не открываются люди. Ну, все, ладно, еду на... у меня вторая загрузочка. Быстро загружаюсь и едем в Катю. Потом все вам покажу. Ну, все, ребят, заправился напоследок в красном поле на заправочке. Залил 100 литров. Все, еду сейчас через красное поле на Катю. Первая у меня выгрузка будет... А, кстати, да, загрузили мне там, получается, как они, самые... Короче, мешки, что-то там мешков, может, 30, я не знаю, там... Ну, какие-то там... Такое... Груз такой, сыпучий груз. Поэтому я надеюсь, что сегодня я его выгружу. Это был как маленький догруз. К основному грузу моему вот этому. Вот. Поэтому лечу на выгрузку. Думаю, сегодня я успею и ту, и ту выгрузку сделать. Хотя не знаю. Обратного груза нет, поэтому ждать до завтра. По-любому ждать. Поэтому, может, завтра металл выгружил, а сегодня вот эти мешки. Вот. Некогда было снимать, опять же, быстро заехал. Быстро закидали. Там я бы дольше камеру, знаете, расставлял, чем вот так вот получается. Это оно, когда времени много, и у тебя есть, у меня есть в это время, да, там, поймать хороший ракурс, там, поснимать. А когда вот это все прям быстро-быстро-быстро, то бишь, ну, некогда, надо мне свою функцию тоже выполнять. А быть не как оператор, а быть как водитель, да, он должен... И принять груз, и расписаться, где половина, и все остальное. Поэтому, ребят, в первую очередь я должен выполнять свои обязанности. А потом уже все остальное. Так что... Ехаю в путь. Кто хочет, поехали со мной. Разбуди меня, искупая в самой чистой воде, глазами, ладоней, нет лучше нигде, и качается мост между мной и тобой. Разбуди меня, поцелуем полыни и звезды, я парю в этом танце, пленительно в рост, и взрывается мост между мной и тобой. На все ищупавшие, на смерть пропавшие. И нет стыда у любви, запретов не может быть. Парим друг на друга, мы кружим самолетами. Этим эфиром только и можно дышать. В этих движениях только и стоит жить. Разбуди меня, не искала... Давай, сразу, сразу. Друзья, все валят за границей, а я, наверное, остаюсь. Смеюсь, напьюсь, если хуёло, шкать будет нечего. Женюсь, друзья мне пишут, как ты тут, а я нормально. Супер гуд зашел без разницы там или в общем выгрузили меня на первой разгрузке эти мешки вам так и не показал ну и быстро приехал тоже вот все прям буквально доли секунда и ничего интересного приехал скидали все документы подписали и уехал все ничего там такого сложного ребят простого все просто завтра будет не все просто с этим листом металла который у меня сейчас в кузове два листа металла мне выгружаться получается вот ребята на этой территории тут завода фронтовых бригад 18 кто знает то здесь был тут короче попа сказали к 9 на сюда на бюро пропусков пропуск оформят заеду выгрузят и поеду дальше завтра у меня уже есть загрузка правда на обед но я думаю я все успею обратно загрузка на челябинск поэтому быстренько грузимся едем обратно сейчас пойду магазин окей окей вот видите так выключу свет антибликов не было он он магазин окей сейчас пойду просто возьму чего-нибудь перекусить так как машине запасов нет запасов мало вот сейчас чай попил с печеньками с красно-белого ну да и все так что пошел за продуктами закупаться вот такой ребята супермаркет окей так иду сейчас пока по стоянке вот там дальше видите здесь уже все по-новогоднему оформлено елочка горит все дела красота все ныряю внутрь ну вот и все ребята накупил тут небольшой пакетик себе на сегодня еды все чапаю машину ребят всем привет сегодня утро нового дня вот я проснулся сначала я проснулся в 6 утра что-то машины заездили так так не 8 вставать короче встал 6 завел машину запустил пока лег спать короче у меня автономка выключается блин ё-моё я не думаю ну чё за фигня она сразу в ошибку я второй раз все послушаю тик 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 звонка работает насосик похоже кончилась солярка в бачке просто видимо забыл заправить короче сейчас сижу в таком холоде блин грею чайник видите сейчас чай попью короче посмотри чё у меня в бачке развернусь поеду есть газпром недалеко и буду заправлять бачок иначе этот вообще за дубе и на улице на улице 13 градусов короче миссу с гор со знаком минус ну в общем вот такие вот ребята такое бодрящие сегодня у меня утро оказывается на самом деле все ребята выгрузился я трубину заводе за это был бачок у меня кончилась солярка сейчас я вам покажу я залил 3 литра солярки но потом долью еще не знает надо поменять он тот фильтр маленький как-нибудь а так на принципе все нормально помыть машину надо будет тоже после этих периодов снегопадных вот ворота на которых выгружался это турбинный уральский турбинный завод все еду на загрузочку у меня сейчас сегодня две загрузочки ожидается на одном месте вот тоже металл и загрузимся и поедем в сторону дома ребята такой вот у нас будет дальнобойный короткий дальнобой а еще плохие моментами этот бампер жутко надоел сегодня здесь заезжал пока на узком в узком въезде видите снег был и я зацепился за этот снег но и видите что произошло в общем короче я не знаю ребята надо копить денег и покупать новый бампер так как этот бампер меня уже достал бампер подножки тоже бы купить конечно же не мешало бы новые ну и козырек и будет отлично так ребята я уже на загрузке грузим вот эти вот трубы сюда так я расчехлился вот эти трубы будем загрузить да так вот ваша труба пропуск вам да пропуск отметит сейчас я сделал это вес мы сейчас только узнали сейчас в офис минут десять сгоняю привезу документы в дорогу и все и отпускаем хорошо пока короче ребята не знаю сказал чтобы загрузили вот так вот видите две с одной четыре с другой вот это для того чтобы посередине мог еще какой-то груз положить металл не металл что и на эти трубы а посередине в общем ищем 2 до груз а я выезжаю с это территории так вот и и все господа удачно загрузился удачно выехал в общем еду на выезд на челябинск сейчас закинули автомасла там три тонны с трубами это все так совместилось в общем с утра выгружу трубы потом выгружу масла и дальше вы узнаете куда я поеду дальше но это уже будет следующем видео ребята так что кто не подписался подпишись обязательно иначе пропустишь новую серию мана дальнобоя 194 так вот сегодня возгружаемся масло и и и и и и вот такая ребята территория склада с автомаслами масса я привез кикс вот видите машина стоит тоже с этой рекламой вот так вот ладно пока ребята выгружаются я немного хотя бы позавтракаю выгрузили меня очень быстро в принципе буквально за полчаса так что выехал выехал с территории сейчас направляюсь на стоянку буду разбираться что-то у меня ручник подклинивает или колодка опять в общем буду разбираться в следующем видео расскажу че я сделал ну а так принципе это все удачно все нормально поэтому я думаю что это видео ребята подошло к концу да такое короткое видео но довольно я думаю вам понравилось так что кому понравилось ставим пальцы вверху ну и не забываем вам ребята как всегда подписываться на канал добавлять друзья в контакте так что всем удачи всем пока